Приветствую, друзья, YouTube-канал Да, это так, Ярослава Маслова, всем любимый, давно ожидаемый, Фикрет Шабанов. В комментариях зрители писали последние несколько недель, где Шабанов, почему давно не было. Друзья, вот он, получайте. Прямо сейчас, пока мы еще не начали беседу, самое время поблагодарить Фикрета за его работу, сделать это немножечко, забегая наперед, лайк поставить нашему каналу и подписаться. И, конечно же, подписаться на каналы господина Шабанова. Телеграм-канал, YouTube-канал, заходите, читайте, смотрите, активно комментируйте. Фикрет, добрый день, мы рады вас видеть. Спасибо, Ярослава, добрый день. Приветствую вас и ваших зрителей, как у нас на Востоке говорят, мир дому вашему. Абсолютно, взаимно, это взаимно, Фикрет. Как ваше настроение, расскажите. Какие впечатления, какие эмоции от всего того, что происходит на сегодняшний день в мире. Что-то, какая-то трансформация эмоциональная произошла. Мы перекочевали с 23 в 24, кстати, со всеми наступившими уже праздниками вас, новогодними и рождественскими. Вот эта трансформация эмоциональная в плане надежды, веры, того, что вот этот весь кошмар может закончиться, либо нет, либо три точки, продолжение будет. Что-то произошло внутри или нет? Смотрите, Ярослава, очень трудно, предположим, хирургу, глядя на травмированного человека, которому требуется операция, говорить, что все будет хорошо. Но исходя из того, что хирург, он еще и брат или сестра, он должен морально поддерживать, что все будет хорошо, не переживайте, вам будет оказана помощь. То есть наша ситуация сейчас, в данный момент, в таком ракурсе. То есть есть войны, есть война в Украине, на территории Украины, есть война, которая начинается или поджигается на востоке, она будет большая, ближневосточная война. То есть если у вас война, условно говоря, прямое столкновение с Россией, то на востоке это будет война всех против всех, и там большой-большой будет замес. Когда ты все это знаешь или понимаешь, а иногда анализируешь, то я думаю, что от того, что люди будут, так скажем, терпеть увечья, смерть, разруха, голод и так далее, ты понимаешь, что человечество само несет эту смерть к себе домой. А с другой стороны ты думаешь, в принципе, а как же изменить ту толпу или тот плебс, который, в принципе, не хочет учиться, не хочет самообразовываться, не хочет ничего не познавать. А никак, наверное, секрет. Для них сейчас легко нажать кнопку и получить ответ на вопрос, который их интересует. То есть им думать не нужно. Когда такая ситуация получается, то за них думают. И вот те, кто за них думают, они и проектируют мир. Поэтому пока население или человечество не вернется к нашим истокам, то есть не начнет самообразовываться в аграрном секторе, в промышленном секторе, в философском понимании, в образовании просто элементарном, за нас всегда будут думать и за нас будут принимать решения. Мы же всего лишь будем пожинать плоды их произведений. Давайте об этом, кто управляет, кто контролирует и кто рисует сегодня вот это наше настоящее и наше возможное будущее, каким оно будет. Давайте об этом поговорим, конечно, начнем с событий на Тайване, то, что именно сегодня выбирают президента, если вы не против, с этой темой. Вот 13 января один из основных, кстати, кандидатов, очень коротко накануне, пообщавшись с представителями СМИ, сформировал достаточно емко значимость этого голосования. Сказал следующее, что по моей оценке от исхода выборов напрямую будет зависеть, решится ли Китай на полномасштабное вторжение. Я напомню вот те данные, которые очень громко прогремели буквально неделю назад от Блумберга, что если все-таки эта война случится, имея в виду Америку и Китай за Тайвань, то это будет стоить человечеству до 10, а то и больше процентов мирового ВВП. Значит, выборы тайванские. Фикрет, от результатов голосования зависит, то решится ли Китай начать войну. Это правда? Этому можно верить? Смотрите, Ярослава, во-первых, на момент записи нашего интервью я получил информацию, что победила как раз проправительственная или проамериканская коалиция. Это первое. Второе. Вы сами определили или процитировали, что говорит Блумберг. То есть их интересуют не человеческие жертвы или разрешения, а оказывается 10% ВВП мира, то есть бизнес. Ну и теперь давайте вернемся к исходной информации, которая в течение года шла между Китаем и между Соединенными Штатами, как они выруливали ситуацию. То есть сегодняшняя, я ее называю, управляемая победа проправительственной коалиции, она была заложена в течение 23-го года. Так вот, американцы и Соединенные Штаты определили свои отношения только на 24-й год, потому что они идут к прямому столкновению с 25-го, 26-х годов. То есть в зависимости от того, когда стороны, или одна из сторон будет готова сделать реванш, или сделать ход белыми, то есть получить все. Вот, но до 25-го года им нужно как-то регулировать свои отношения, потому что от отношений Америка и Китай зависит большая часть стабильности, как в экономике, так и военно-политическом сотрудничестве в мире на земном шаре. Поэтому они назвали американо-китайские отношения 24-го года, внимание, управление конкуренцией без конфликтов. То есть они определили, что в 24-м году у них не будет прямых столкновений. Несмотря на то, что американцы и китайцы ведут все-таки продолжать свою борьбу за власть или установление глобальных правил игры, они, каждый из них друг к другу постепенно, степ-бай-степ, создают барьеры, и благодаря которым вероятность самых катастрофических результатов снижается. То есть прокси-войны в Европе, прокси-войны на глобальном юге или в других регионах дают возможность снижать пар противостояния или снижать уровень агрессии. Потому что через прокси-войны, через перерезание дорог с юга они теряют нефть. То есть экономика замедляется. Через перерезание дороги, например, через Украину снижается львиная доля торговли Европы с Китаем. А это большой локомотив для развития Китая. То есть увеличивание ресурсов. Таким образом они ведут так называемую прокси-войну по уничтожению, так скажем, экономической мощи или возможности для реформирования армии, увеличения своей военной мощи и так далее, и так далее, и так далее. Здесь еще одна главная стратегическая вещь есть. Это позиция России, она пока не определена. В понимании американцев позиция России должна быть западная, то есть белые расы. Китайцы считают, что прагматизм китайский и экономическое сотрудничество с Россией должно создать условия, когда она будет являться тем главным источником экономического развития в состоянии эмбарго против России, что не позволит ей не только быть против Китая, но хотя бы сделать ее нейтральной в будущей битве между США и Китаем. Поэтому сейчас американцы весь 23-й год пытались найти инструменты удержания в форматоре так называемой оттепели отношений между США и Китаем. Здесь мы должны еще несколько моментов посмотреть, потому что в отношениях между США и Китаем есть еще американская система избирательности своей элиты. И здесь необходимо было получить восстановление также внутри страны, потому что они накачивали, что Китай это враг. А сейчас необходимо как-то в 24-м году, это год выборов, объяснить своим избирателям, что же такое Китай. Поэтому здесь у американцев есть вот такой, так скажем, конечек, и он сейчас будет использоваться, мы с вами увидим, на выборах, потому что в 24-м году к выборам нужно так накачать общество, которое, в принципе, будет молчаливо кивать головой или давать согласие на прокси войны против Китая, я имею в виду американцев. А позвольте, Фикрет, вы сказали на этом этапе о прокси войне, который пока что выражается в конкуренции, в цифрах, в экономике, поставке, технологии и так далее. На этом этапе кто кого превосходит в силе, в ресурсах и в суммах конкретно? Ну, если говорить о подходе Блюмберга, то, конечно, американцы. Потому что американцы являются для Китая первым экономическим партнером. Там практически торговые отношения достигают уровня одного триллиона. И если мы вспомним о том, что американцы последние три года выделяют большие деньги на реформирование своей, так скажем, ядерной программы или ядерного счета, то мы с вами должны понимать, что они начинают большую, большую, так скажем, реновацию своих вооруженных сил, готовиться к войне. Здесь мы должны понять, а еще одну вещь. Если, например, американцы начинали, условно говоря, три года назад, то китайцы, например, сейчас начали модернизировать свой ядерный полигон Лабнор. И там появились новые бомбардировщики, появляются новые подводные лодки, ракетные шахты. И китайцы заявляют о разработках новых видов вооружений. Они заявили о том, что готовятся создавать малые ядерные боеголовки. То есть до уровня и для высокоточного оружия. В их понимании это должно уменьшить размер, стоимость и снизить мощность. Почему так подходит Китай? У Китая нет тех финансовых ресурсов, и она не глобальная империя по сравнению с США. Но темпы развития Китая, вы знаете, немного китайская экономика закрыта и слишком много манипулятивной информации. Одни пишут, что Китай супер развивается, другие пишут, что Китай начался... Да, да, и с крайности в крайность, да. Да, внутренний экономический кризис. Но мы с вами должны понимать, что даже при всех тех, так скажем, положительных или отрицательных качаний из сторону в сторону, все-таки Китай сейчас является догоняющей стороной Америку, не лидирующей, догоняющей в плане IT-технологи. И здесь мы должны прийти к самому главному. Сперва к военному, а потом перейдем к экономическому. Дело в том, что недавно, в прошлом году, под конец года, так сказать, в Вашингтоне прошли переговоры представителей военных ведомств США и КНР. Почему это всегда важно? Вот проходят консультации с Россией, проходят консультации с Китаем. То есть те страны, в понимании западной элиты или западных стран, являются врагами или, так скажем, конкурентами, они обладают ядерным оружием, необходима постоянная линия связи, постоянная линия управляемого сообщения друг к другу о том, чтобы не произошло, так скажем, ядерного противостояния. И поэтому они постоянно проводят или консультации, или телефонные переговоры, или встречи специалистов. Так вот, на этой конференции, последней конференции в 23-м году, Америку представлял Майкл Чейс. Он был помощником главы Пентагона, не администрации, а Пентагона. А со стороны Китая, заместитель председателя военного совета Китая, этот генерал Сун Янчао. То есть, не политики, а военная составляющая. Браво, браво, браво. Они определяют уровень опасности или уровень угроз. Естественно, они докладывают политическому руководству превентивные или оборонительные меры в военном конфликте. Так вот, я хочу обрисовать, что в 23-м году у них позиции были, и американские, и китайские. И мы с вами тоже сделаем вывод, почему все-таки это управляемое, 24-й год должен управляемый период отношений с США. Так, первое. Позиция США. Они требуют или предлагают, потому что обычно американцев дипломатически называется предлагаем, а выступая на пресс-конференциях, они говорят, мы требуем. Они требуют поддерживать открытые военные линии связи, чтобы не допустить перерастания конкуренции в конфликт. Это первое условие. То есть, это говорит о том, что и Америка пока не готова к войне или противостоянию с Китаем. Второй пункт. США будут продолжать плавать, летать везде, где позволяет международное право. Это о Малакском проливе, это о, так скажем, всем том морском и воздушном окружении Китая. И в том числе, например, до выборов туда отправили корабль американцы, называя его поддержкой Тайваня или защитой Тайваня от проникновения или агрессии Китая против Тайваня. То есть, корабль плавал, китайцы выразили протест, что вы находитесь в ваших территориальных водах. Поэтому американцы говорят, что мы будем плавать, летать везде, где позволяет международное право. Третье. США будут продолжать провоцировать Пекин. Это не заявление, это моя, так скажем, интерпретация. Поддерживая Филиппины и их деятельность в Южно-Китайском море. То есть, первая страна, а там их несколько, союзников или партнеров Соединенных Штатов против Китая. Одним из них являются Филиппины. И здесь Америка выступает с точки зрения защиты интересов Филиппины, как союзников, в их Южно-Китайском море. Это означает, что они будут ограничивать военными инструментами, я имею в виду американцы, так скажем, экономическую деятельность китайцев в этом море, рыболовство, например. Там есть кабели интернета, там есть воздушные коридоры. То есть, оно будет экономически ограничивать деятельность Китая в Южно-Китайском море, опираясь на союз с Филиппинами. Дальше. Американцы привержены политике одного Китая. То есть, условно, значит, они считают, что Тайвань является частью Китая или, так скажем, территорией Китая. Но на самом деле в американской политике в 70-х годах сформировался так называемый троичный подход. То есть, мы признаем, что Тайвань твой, но мы не позволим тебе его захватить силой путем выборов. И таким образом, грубо говоря, показывают сыр твой, но ты его не можешь взять. Поэтому вот эта политика конфликтного управления регионом, то есть, используя Тайвань против Китая, они могут на эту территорию, то есть, на эту географическую территорию, вводить свои корабли, вводить свои вооруженные силы, продавать вооружение против Китая, таким образом создавая конфликтную точку для Китая и, в том числе, ограничивая его экономическую деятельность. Что заявляет Китай? Китай готов развивать с американцами здоровые отношения на основе равенства и уважения, а также договоренности Си Цзиньпиня и Байдена в Сан-Франциско. Оно было, по-моему, в ноябре. Да, да. США должны обращать внимание на беспокойность Китая. Смотрите, какая формулировка у американцев и какая, так скажем, мягкая формулировка китайцев. На беспокойность Китая в отдельных вопросах. Они требуют, чтобы американцы доказывали дело, извините за, в кавычках, это моя интерпретация, а не балабольство, чтобы связи между вооруженными силами укреплялись. То есть, стороны могли избегать прямого столкновения. Китайцы считают, что американцы намеренно провоцируют через Японию, через Южную Корею, через Филиппины и другие государства, находящиеся по периметру Китая, они намеренно провоцируют Китай. Следующий вопрос. Они заявляют, что по тайваньскому вопросу, ключевому вопросу, о котором вы спросили, компромисса с американцами не будет. Это однозначно. США должны соблюдать принцип одного Китая. Вашингтон должен перестать вооружать Тайвань и выступать против независимости острова. США должны сократить военное присутствие в Южно-Китайском море, прекратить поддерживать нарушения, провокации со стороны отдельных стран. И США должны исключить инциденты на море в воздухе и не лезть во внутренние дела Китая. Мы это все время, естественно, видели. Я почему вот это цитирую для наших слушателей и для вас, потому что это платформа или фундамент их взаимоотношений, взаимных требований, взаимных условий или ультиматумов, как они могут избежать прямого столкновения при соблюдении этих пунктов. Поэтому, тут, кстати, очень важно, они обсудили вопрос, кстати, и в Украине, в Северной Корее, оперативную безопасность в Индитихоокеанском регионе. Но здесь одна интересная вещь есть. Вы знаете, Ярослава, наши читатели иногда или слушатели слушают, думают, слушай, какой-то каламбор. Но нет логики. Представьте себе, они идут на военное столкновение. То, что делают, показывают или заявляют. Но здесь интересная вещь. Американские пенсионные фонды до сих пор вкладываются в китайские компании, несмотря на то, что между ними идет, так скажем, буча. Согласно отчету американцев, они, то есть американские инвесторы, вложили 68 миллиардов долларов в фирмы в Китае. Включая, кстати, такие ключевые корпорации, как Paytense, Tenjet, Alibaba и другие. Кстати, вот первая компания Paytense, она делает TikTok. И в этот раз, несмотря на это, американцы требуют, и даже конгрессмены, сенаторы, законом запретить TikTok на территории Соединенных Штатов Америки. Здесь еще одна интересная вещь есть. Определенные штаты или регионы довольно активно сотрудничают с Китаем. Например, The Care of the Public Empires Raterment System. Это крупнейший в стране государственный пенсионный фонд. Он обслуживает 2 миллиона государственных служащих Калифорнии. Он на первом месте в списке по количеству инвестиций в Китай. Поэтому мы с вами должны понимать, что вот эта система военного сдерживания, эта система политического ругания публичной и система подковерной, когда друг в друга в экономическом плане они вкладываются и занимаются совместным бизнесом. Я хочу это разделить. Иногда показывая это, я хочу объяснить людям, что вопрос не в конспирологии. Вопрос состоит в том, что в каждом государстве есть группы, политические группы, лоббистские или группы по интересам, которые ведут борьбу в своей стране за власть, а это за экономические интересы. Достигая этой власти, им приходится считаться с другими политическими группами на международном уровне, обеспечивать им экономическое существование. То есть, если, например, мы будем говорить о том, что пенсионные фонды США вкладываются в какие-то технологические компании Китая, мы должны с вами понимать, что эти технологические компании Китая, они будут оказывать внутреннее давление на правительство Китая, чтобы оно изменило политику. То есть, это инструмент всего лишь. Браво, браво. Они все являются инструментом. То есть, ядерной дубинкой пугают, индокитайским или, значит, какими-то другими инструментами экономической борьбы друг против друга угрожают или предпринимают действие только ради одного, ради бизнеса. Я хочу сказать, что нет угрозы Китая для Америки, также нет угрозы Америки для Китая. Они все-таки до сих пор первые друг у друга экономические партнеры. Почти триллион долларов. Почти триллион долларов. Да-да, вот у меня перед глазами вот эти официальные данные, товарооборот, ну вот те цифры, которые вы называете. Это, кстати, открытая информация. И за прошлый год там тоже были рекорды. Да, оказалось, ради чего и каким образом всем этим можно пожертвовать. И поэтому здесь, знаете, вот из того, что я сейчас скажу, многие люди к этому относятся как-то, понимаете, с сарказмом или с каким-то внутренним субъективизмом. Вся проблема в том, что, если говорить об акциях под названием «Земной шар», китайцам, американцам предлагают пакет 25 плюс 1. Они хотят 50 плюс 1. Понимаете? То есть мы когда говорим, что это такое 25 плюс 1, это, например, участие вот в этом поясе, один пояс, один путь. Это проникновение экономических рычагов или финансовых рычагов в страны Центральной Азии. Получение доступа к ресурсам, природным ресурсам в Центральной Азии, Афганистана. А сейчас это какое соотношение, Фикрет? Если взять американский, так скажем, торговый оборот между Китаем и США и сравнить его с другими странами, разделить просто Китай и другие, то у Китая приблизительно он составляет около 19%. Там цифры, конечно, плавающие, 17-19. Американцы предлагают, ребята, давайте поделим мир, вам тоже нужно развиваться. Например, я не знаю, вы обратили внимание или нет, два дня назад я опубликовал статистику инвестиций Китая в Африку. Ее стало очень меньше, очень мало. И даже в этом году она не дотягивает, условно говоря, до нормальной, серьезной суммы. Ну, предположим, мы говорим о миллиарде долларов. В этом году он будет приблизительно 790. То есть, скатывание инвестиций Китая в Африку. Африка является большим клондайком сырьевых ресурсов. Кстати, следующая борьба. Политический и экономический центр мира управления будет в Азиатско-Тихоокеанском регионе, но как сырьевая база, одна из сырьевых баз, которую можно поделить, будет Африка. И здесь мы видим, что китайцы потихоньку и уменьшают объем инвестиций, но опять говорю, здесь скачали. Действительно ли у китайцев с финансами проблема, что они больше внешние инвестиции делать не могут? Это первое. Или они решили вкладываться только в стратегические регионы, которые представляют для них как тампонную зону безопасности, например, Центральная Азия. Туда увеличивают инвестиции, а в Африку уменьшают. Есть проекты железная дорога, автомагистраль, определенные заводы, их оттуда выдавливают. И поэтому китайцы приняли решение в этом году, это началось с прошлого года, но в этом году они провели крупное завещание, я имею в виду политическое руководство Китая, о том, что настало время защиты экономических интересов Китая через создание частных военных компаний. Поэтому китайцы сейчас в это будут вкладываться. Китайцы благодаря, так скажем, вы знаете, иногда в Америке я сталкиваюсь с такой информацией, что почему Китай поднялся, а потому что воруют технологии в США. То есть традиционность шпионажа китайского за технологиями, она дала возможность создать системность шпионажа более высокого уровня, и сейчас они его превратили не только в экономический шпионаж, что самое главное для них, кстати, технологический шпионаж, но они еще его превратили в шпионаж политический, шпионаж военный. Поэтому сейчас они хотят через частные военные компании узаконить присутствие на территории Таджикистана, Казахстана, Узбекистана и так далее, в случае, когда возможно будут военные потрясения в этих регионах, частные военные компании Китая могли защищать свои территории. Потому что на определенных регионах Африки ЧВК, например, Вагнер выдавливало китайцев. Многие говорят, этого не может быть, мы же, не знаю, партнеры, союзники и так далее, но она выдавливала. Поэтому, например, здесь компания в финансовом плане ЧВК, это компания, которая является одним из, так скажем, неформальных акционеров и торгующая на шанхайской бирже. Вот, и это есть такая компания, называется N-Bank Save Guard или DV Security. Она является, она вышла вообще, в принципе, из спецслужб Китая. Поэтому, учитывая то, что сейчас по миру работает 47 тысяч китайских компаний из китайских капиталов, они занимаются в основном проектами в сфере энергетики, то, что Китай будет защищать, добыча полезных ископаемых, то, что будет защищать, строительство инфраструктуры и производство. Вот, вы представьте себе, что в 22-м году общий, так скажем, штат составил, значит, китайский штат составил 4,1 миллиона человек. Но, из этого 4,1 миллиона человек, 2,5 это иностранные граждане. Поэтому, у Китая вообще есть традиционные проблемы в сфере безопасности в Западной Азии, в Африке, в Латинской Америке. Я помню, в Пакистане передали порт на 49 лет управлять китайцем. Так, когда получался в любом другом регионе, и в том числе в Китае проблемы с уиллурами, с мусульманами, обычно убивали китайских инженеров, которые работают в Пакистане. Поэтому, для необходимости защиты китайских инженеров, китайских интересов, было принято решение создания на базе китайской национальной армии создать вот этот ЧВК, напичкать его инструкторами или менеджерами управления из китайской разведки. И первую военную базу армия создала первую военную базу за рубежом это в Джибути. И здесь, так как в этом регионе сконцентрированы большой китайский бизнес и госпредприятия, здесь они нанимали частные военные компании. Но сейчас в большинстве своем они видят или неэффективность этих ЧВК, или в принципе они считают, что наступает пора права сильного и здесь нужно им выступать и как ЧВК. Почему я об этом говорю? У меня на YouTube-канале есть значит так скажем информация о английской компании J4Security. Штат ее, я говорю штат, это то, что реально люди в месяц получают деньги самое минимальное 3,5 тысячи долларов, 800 тысяч. А если им нужно нанимать, рекрутировать туда значит солдат удачи, они могут условно говоря за 3 месяца создать 7,5 миллион наемников. Вы представьте себя о каких ресурсах это говорит. в каких масштабах. Да, это означает, что если завтра какие-то компании будут выбивать какие-то компании например китайские, зачем туда отправлять армию? Потому что армия этой призывники, армия этой конституции и закон, когда нужно потом выплачивать пенсию, потом нужно своим избирателям объяснять, что делал мой солдат например в Джибути. А когда частная военная компания солдата удачи, они просто подписывают контракты, по случаю смерти получают страховку и вопросов ни политических, ни избирательных не остается. Это раз. И второе, вы же не можете обвинить, предположим, Великобританию, что вы там против меня ведете войну. Частная военная компания. Икс-компания заплатила, наняла, и вот эти ЧВКшники выбивают из этого региона ваши схаба. С другой стороны, вот эта история, в которой продемонстрировала Российская Федерация в вопросе частных военных компаний, когда это все-таки стало частью большой политики, геополитики, все мы помним несостоявшийся мятеж Пригожина, амбиции, чем все это закончилось. Фигрет, если вы не против, поговорим перед тем, как перейдем на Ближний Восток, будем говорить в том числе и об Израиле, я бы хотела обратиться к нашим зрителям, если вы не успели поставить лайк или прокомментировать, пожалуйста, сделайте это прямо сейчас и обязательно подпишитесь на канал Фигрета Шабанова, Телеграм-канал, Ютуб-канал, захотите, смотрите, пользуйтесь, получайте удовольствие. Фигрет, значит, атака по хуситам американцев и британцев. Вот тут несколько вопросов у меня к вам. Вот давайте по порядку. Первое, правильно ли я понимаю, что сейчас все-таки ожидается некоторое слово за Ираном. Второе, как вообще так получилось? Возможно, очень примитивно спрошу, но я уверена, что более исчерпывающий ответ, нежели от вас, мы и наши зрители не получим. Хуситы, вообще, как так вышло, что хуситы настолько усилились, что, ну, по сути, превратились, но если не в полноценного игрока, во всем Ближнем Востоке, то вот как бы на тех игроков, которые говорят о намерениях там, да, атаковать Израиль и так далее, да, и считаются ли с ними сейчас большие геополитические игроки? Пожалуйста, Фикрет, что думаете по этому? Смотрите, Ярослава, я маленькую ремарочку по китайцам и перейдем на ваш ответ. Пожалуйста. Просто цитата. Годовая выручка китайской компании Frontier Service Group по итогам 22-го года составила 123 миллиона долларов. Британская ЧВК J4 Security составила 20 миллиардов долларов. Это просто я хочу показать размер и масштаб. Да, масштаб нет. 20 миллиардов же платят и ЧВК что-то же делает, чего мы не знаем. Теперь, то есть я хочу сказать китайцам совсем-совсем до них далеко. Вот так скажу. Теперь мы с вами давайте перейдем к вашему вопросу по Хуси, по Востоку и так далее. Мы знаете, вот большинство аналитиков, они просто констатируют факт или они констатируют какую-то ситуацию. Вот это произошло, это тем выгодно. Мы должны понять первую причину. Я всегда пытаюсь задавать людям вопросы. Есть вопросы, на которых ответов я сам не знаю. У меня догадки. У меня нет ссылок или источников, на которые я могу сослаться и показать так скажем людям, что вот это там и это вот так. Это мои догадки. Я пытаюсь задать вопросы. Я вот собираю все вот это информацию, сам пытаюсь анализировать. Мои выводы могут быть ошибочными, могут быть неправильными, но попытка думать или попытка ответить у меня всегда заключается только в одном. А кому это выгодно? И причина. Если мы с вами посмотрим о том, что произошло, условно говоря, в этом регионе, геополитически мы должны понимать, что большая Ближневосточная война, а в моей конструкции главной проблемой Саксов, возвращения на Восток, это являются проекты Ватикана. То есть, если мы говорим о Южном Кавказе, это Армения, идем дальше, это Израиль. То есть, войны будут по этой линии. Армения, Израиль, Тегеран, Саудовская Аравия. Понимаете? И здесь следующий этап. Если Армения находится, условно называем так, в политическом понимании, проигравшей стороной, но не окончательно закрепившись за собой статус условий, на которых она проиграла. То есть, это еще будет продолжаться. Параллельно Израиль сейчас условно как будто побеждает, но сейчас по итогам визита господина Блинкина, Израиль дал согласие на возвращение в, так скажем, Палестину специалистам ООН, которые оценят ущерб, который был нанесен, и создание и просчитывание финансового обоснования проекта по возвращению изгнанных палестинцев на эту территорию. Что это означает? Это означает, господин Атаняхов всегда говорил, они сюда не вернутся. Армия Цахал будет это контролировать. То есть, здесь будет то, что мне нужно. Сейчас мы видим, он отступает шаг назад. Дальше... Позвольте добавлю, если я не ошибаюсь, то в Гаге уже начался суд по поводу вот этих исковых претензий к Израилю, цитирую, в истории геноцида палестинского народа. Понятно, что дело может длиться годами, скорее всего, так и будет. Но, по крайней мере, уже звучат первые заявления о прекращении войны, прекращении огня. и звучат они в сторону Тель-Авива. Дорогая Ярослава, не это важно. Важно другое. Как вы правильно сказали, это может идти годами. Важно о том, что сейчас в мировой прессе, в мировой политической элите происходит процесс после Холокоста назначить теперь евреев как сторону, которая сама делает геноцид. Я ведь предупреждал несколько месяцев назад остановитесь, потому что вас используют, я имею в виду, Израиль, вас используют и потом же вас же сделают виноватыми. Мы сейчас видим, как это, так скажем, конфигурация, она становится антиизраильской. Но мы к концу 2024 года увидим не очень хорошие позиции Израиля и там у нее будет вопрос о гарантиях безопасности Израиля. Я на канале Шелеста говорил о глобальном проекте Шлому, израильский проект Шлому, когда и на каких этапах он закончится. Мы идем сейчас по поводу вашего вопроса. Дело в том, что многие, к сожалению, считают, что Ближний Восток это не только огромные запасы нефти и газа, на которых условно держится вся, так скажем, современная экономика. Но мы должны сами себе понять, почему Восток в таком ужасном, разделенном, расщепленном состоянии и постоянно в противостоянии разных стран, религиозных организаций или сект. Для чего это все нужно? Так это называется конфликтное управление. Почему? Дело в том, что именно через вот этот регион... Религию? Да, нет. Именно через этот регион проходит самая главная артерия, связывающая Европу и Азию. Мы должны с вами понимать, что через Ормузский пролив проходит каждая вторая экспортная тонна нефти. Вторая. То есть представьте себе, Ормузский пролив не работает. Что произойдет с экономикой многих стран? Блокировал вопрос. Давайте перейдем к Суэцкому каналу. Мы должны вспомнить, что Суэцкий канал, он построен... Ну, его длина 193 километра, он был построен за 10 лет в 1859 году. С 59 по 69 с силами полтора миллиона рабочих. Что дал Суэцкий канал? Что ему была цель? Он соединил Средиземное море и Красные моря, сократив путь, внимание, я почему говорю внимание, Ярослава, мы должны понимать, а кому несет угроза блокировка этих дорог? Сократив путь из Европы в Азию, то есть Европа и Китай. Здесь нет Америки, здесь нет Великобритании, понимаете? На него приходится 12... У американцев это Панамский канал, на него приходится 12% мировой торговли, в том числе 12% морской торговли нефтью и 8% торговли газом. За 2023 год, финансовый год, Суэцкий канал получил прибыль 9,4 миллиарда долларов. И здесь мы с вами должны понимать, что ключевая торговая логистика для Европы это 80% между Европой и Азией проходит как раз через эти каналы. Теперь вопрос от безопасности на Ближнем Востоке, чтобы там не было войны и чтобы было судоходство через Суэцкий канал, критически зависит внимание, экономика России, Европы, Китая и Индии. Вы видите Америку, вы видите Великобританию, и кто бомбил Хуситов? Понимаете? Это первый вопрос, просто я констатирую и думаю, наши читатели умные должны понимать, кто начинает войну, а кто окажется в минусе, по чьим интересам бьется это. Дальше, мы должны еще одну вещь понять, что сейчас идет англосаксонский проект по разжиганию конфликтов между странами, региона, потому что именно через йеменских хуситов война должна перетянуться на Иран. Как вы задали в своем вопросе, ждем ответа Ирана, условно называют. Второе, мы должны понимать, что йеменские хуситы все время воевали с Саудовской Аравией, именно они и поэтому говорят, любая страна арабского мира или исламского мира, которая будет в коалиции бомбить хуситов, мы уничтожим, обратите внимание, что они будут уничтожать, нефтяные вышки, то есть то, что является для них источником дохода, как для местных режимов, так источником энергии или сырья для Китая, для Европы, то есть одним ударом ракет они лишат и местные режимы денег, и естественно сырье для значит вот этих государств. И смотрите, Красное море, оно парализует, я сейчас скажу, люди об этом не думали, межконтинентальный Баб-Эль-Мандепский пролив, залив Акаба и Аденский залив, Аравийское море, Индийский океан, Суэцкий канал. Ну то есть вся мировая экономика посвящена. Браво! В этом году Суэцкий канал потерял 40% прибыли, это прямой удар по Египту, почему? Потому что Арабский Исламский мир руководителя Египта, генерала Ас-Сиси, считают, извините за эту фразу, я цитирую, продажным генералом сионистов, понимаете? То есть если обрушится Египет в экономическом плане, его сметут и там вернутся к власти братья-мусульмане, то де-факто Израиль окажется в окружении, понимаете? Это приведет уже к ускоренному исходу народа Израиля или уничтожению Израиля в этой логистике. Следовательно, связь между Средиземным морем и Красным морем, она вообще будет бесполезна, если не будет вышеперечисленных нами с вами водных путей и территорий. Второе, она решающую влияние, значительный рычаг оказывает на мировую финансо-торгово-экономическую промышленную ситуацию. Здесь вообще этой конфигурации нам с вами кажется бенефицар Иран. Теперь у меня вопрос из области конспирологии. Корпус стражи исламской революции, та организация, которая в Иране де-факто является государством государства. Она стоит за хуситами, у нее есть своя экономика, у нее есть военно-промышленный комплекс, у нее есть свои месторождения, они не подотчетны государству Иран, понимаете? Они имеют де-факто свои банки, они имеют свои представители повторить, это государство в государстве. Сколько раз в парламенте Великобритании выдвигали инициативу внести в список террористических организаций корпус стражи исламской революции. Великобритания единственная страна, кто не признала ее террористической. Вот вам информация к размышлению. Дальше. Российская нефть, она идет в основном через Красное море в Индию и Китай, а нефтепродукты оттуда возвращаются в Европу и это опять через Красное море. То есть военный конфликт смотрите по кому бьет, по Китаю, по Европе, по России. И эта схема, несмотря на то, что она увеличивает время доставки от порта отгрузки до порта потребителя плюс-минус приблизительно на месяц. Но американский топливный экспорт, он завязан на обмелевшем Панамском канале. Мы можем или сегодня, или в следующий раз говорить уже о Панамском канале. Но американский нефтяной экспорт это легкая нефть, слуги, бензин, они зависят от судоходства по Красному морю, так как это самый короткий маршрут из США в Сингапур, в Шанхай. Обход через мыс Доброй Надежды это еще несколько дней в пути. Изменение схемы транспортировки нефтепродуктов оно все время требует одного увеличения ее запасов в системе логистики на сотни миллионов баррелей, что сопоставимо с объемом стратегических резервов США. При этом мы должны понимать, что излишков нефти в мире нет. А основные хабы они сейчас полупусты. мировой нефтяной баланс очень близок к кризису. Поэтому американцы или англосаксы считают за конфликт Израиля и США с хуситами теперь внимание должно заплатить Европу. Потому что неопределенность ситуации в Бабль-Мандавском проливе, который все время находится под ударами хуситов, но они не наносят удар по китайским и по русским кораблям. Мы должны с вами знать это. Она в принципе сейчас на данный момент начинает сказываться на Европе одним из колокольчиков которые являются протесты фермеров Германии. Они должны привести это как это знаете домино. Они должны привести к экономическому цепная реакция. Экономический кризис должен привести к забастовкам и смещению правительства. Смещение правительства должно замениться. Это касается только Германии или это разрастется и дальше по странам? Это разрастется и дальше. И дальше у нас должна к власти в Германии кто прийти? Альтернатива для Германии. Она должна милитаризироваться. Вот первым колокольчиком является отставка премьер-министра во Франции. Это не так скажем не мозги лягушатника Макрона. Это делает дип-стейт Франции. Они сменили правительство потому что им нужно. Именно поэтому министром культуры стала мусульманка которую все время во Франции задвигали. Она была кандидатом на пост мэра Парижа и ее не пропустили. То есть я хочу сказать сейчас и в Париже начинается меняться отношение к югу или к исламу. Поэтому они пытаются балансировать чтобы спасти свою экономику. Что к чему в итоге это приведет в ближайшей перспективе? Какой будет очередной виток? Да вот цепная реакция в Европе тут понятно. Да вот если вернуться сделать шажок назад вот этому самому ну не решающему но одну одному из да решающих значит слов шагов Ирана то тут что будет на ваш взгляд Фикрет? Если можно Ярослава я чуть-чуть еще три минуты докончу по Европе и мы с вами перейдем к Ирану что это должно к чему это должно привести это должно привести через некоторое время в зависимости от запаса в Европе должно привести к подорожанию буквально всего вплоть до одежды которая попадает в Европу из Индии Вьетнама Таиланда и Багладеша и самое главное это должно способствовать или подтолкнуть не только германской общеевропейской экономической рецессии сам по себе товар дефицит товара он не может спровоцировать новый виток инфляции с которым Европа пытается бороться повышая процентные ставки а для этого нужно провести дополнительную эмиссию то есть печатать деньги если эти деньги не распределять по миру в Китай в Ислам я не знаю еще в другие части предположим тот же Восток или в Америку как США распространяются по миру то размазать европейскую инфляцию не получится то есть эти деньги должны чем-то быть обеспечены если вы на евро не можете купить и привезти в свою страну бензин шмотки а эта бумага она останется бумагой то есть получается инфляция и от этого Европа не только столкнется в рецессию экономическую она будет сталкиваться значит так называемые митинги смена правительств усиление права политические перезагрузки социальные недовольства усиление я буду называть так нацизма и национализма в Европе потому что они будут что теперь требовать автономии своего политического экономического пространства то есть децентрализация Евросоюза я об этом хочу сказать каждый из них будет защищать свои интересы вот например Венгрия сама свои проблемы решает напрямую без Евросоюза из России покупает нефть сейчас она будет покупать электроэнергию из Азербайджана с Кавказа газ получает она через Турцию у нее недавно были контракты каждая страна будет решать свои проблемы и как сейчас говорят что Орбан непослушный нет он первый понял что будет в Европе поэтому он решил спасти свою страну чтобы она не замерзла и не осталась без электроэнергии он первый понял цены с российской трубы которые напрямую выходят у него да и он в отличие от других извините за выражение не стал как вам сказать аморальным в плане того что они говорят нет мы против России но сами торгуют с Россией он говорит я с Россией вот этого так скажем иллюзорного иллюзорной имитации что в общем я за Украину но против России а там сам торгую этого нет он напрямую говорит ребята оставьте это для себя мне нужно спасать карманы моих налогоплательщиков и свои конечно тоже не забывает но в любом случае система построена так поэтому мы с вами это все увидим теперь что ждет Иран понимаете американцы с европейцами пытались создать так называемую операцию страж процветания то есть европейский союз объединяется западные страны англосаксонские они начинают войну против хуситов это был первый колокольчик когда можно было сделать коалицию через хуситов залезть в Иран начать войну к большому огорчению значит саксов Испания Италия Франция то есть проекты Ватикана отказались в этом участвовать хотя сегодня Ретерс заявил что они готовы к этому подключиться потому что если вы не подключаетесь Англия и Соединенные Штаты нанесли ракетные удары и вчера же Уолл Стрит Джорнад написал что они ничего не поразили у хуситов то есть они были предупреждены куда будут наноситься удары они просто вывезли свое вооружение они просто сыграли на опережение об этом тоже писали да об этом говорят но я считаю что на опережение сыграть можно тогда когда тебе говорят когда ты знаешь ну кто из Пентагона или из Лондона говорит хуситам куда мы будем наносить удары кто говорит и при том загодя просто так ракету взял в карман положил перевезти не нужно невозможно для этого нужна техника для этого нужно время и для этого нужны определенные так скажем ну краны и так далее и так далее ну вопрос не об этом это дело не одного дня это хочу сказать то есть хуситы были предупреждены теперь вот вот этот проект страж просветания он не состоялся теперь Иран вывел пока вывел несколько своих кораблей или катеров военных на вот на эту территорию вчера по иранским каналам особенно к сировским прошли видеоматериалы где они захватили корабль американских солдат даже один американский солдат плачет то есть все это не показывает вопрос я считаю стоит об управляемости войны на ближнем востоке то есть доведение в результате которого будет пересечено или перерезана ключевая или одна из ключевых артерий энергопоставок для Китая то что мы говорили о Китае прокси война второе усиление инфляции рецессии в экономике Европы обрушение Европы и последнее естественно на территориях так скажем исламских территориях уничтожение государств которые считаются проектами Ватикана и создание нового формата например по плану англосаксов они хотят разделить Саудовскую Аравию на три части по проекту англосаксов они хотят разделить Иран на несколько национальных частей предположим то есть народность Белуджи у них нет государства им дать государства предположим на территории Ирана есть исторический Азербайджан который был разделен 200 лет назад между Россией и Ираном вернуть Азербайджан Азербайджан это все будет делаться путем войн только войн только войн смотрите я долго искал ответ есть ли варианты без войн переформатирования мира но я вижу все время системное сталкивание интересов Ватикана и Саксов каждый из них обладает банками каждый из них обладает правительствами то есть своими людьми в правительстве или правительствами каждый из них обладает проектами но в этой 500 летней так скажем 500 летнем цементировании миропорядка со стороны Ватикана а он начался с 1555 года Саксам сейчас нет у них нет возможности еще 500 лет переформатировать мир они решили это просто разрубить Горгий Гузик через войну поэтому сталкивание войну это решение всех проблем пререзание артерии Ближний Восток Америка Китай 24-й год сдерживания некой координации даже контроля европейский бунт как вытекающие последствия об Украине конечно вас не могу не спросить накануне подписанное соглашение между британцами и Украиной значит о гарантиях безопасности коротко для нашего зрителя значит страны G7 на саммите НАТО в Вильнюсе приняли декларацию согласно которой как бы каждое из государств обязалась предоставить Украине гарантии значит что вот если прям цитировать вот этот договор во-первых его назвали историческим кстати как британцы так и украинский президент цитирую в случае нового нападения значит на Украину Великобритания будет готова оказывать Киеву вот дальше прямая это быструю и непрерывную помощь в области обороны там перечисляется то что уже было сделано и что вдруг если что как бы на что способны британцы у меня два вопроса фикрет вопрос первый считаете ли вы это соглашение историческим учитывая все формулировки и второе почему это соглашение гарантиях безопасности Украина подписала Британия первой а не там скажем Соединенными Штатами Америки давайте начнем со второго вопроса дело в том что в новой Атлантической декларации подписанным два года назад и пролонгированным или более совершенным год назад значит между США и Великобританией она называется Атлантическая декларация у меня на канале можно понять или услышать или узнать что такое это бумага условно говоря это новая конституция или новая программа следующего столетия управления человечеством под патронажем англосаксонского мира то есть это их обращение или это их вызов видение как бы они управляли миром на что они претендуют это первое в рамках этой конструкции они устраивают свою то есть одна нация пять государств Великобритания США Канада Новая Зеландия Австралия они выстраивают свою внутреннюю концепцию единение или сближение всех своих интересов в один в один союз или в один альянс ну например даже внутреннюю торговлю они убирают между собой вот эти таможенные экспортные налоги между этими государствами военные заказы например австралийские подводные атомные лодки должны были делаться во Франции они отказались от французов теперь это делает и дает технологии Америка то есть они все переводят или замыкают на себе чтобы стать крупным энергетическим экономическим военно-политическим доминанта в мире какие два фактора сыграли ключевую роль в том что это будет Великобритания первый фактор мы знаем что довольно таки длительное время после распада Советского Союза а США Великобритания и другие страны запада зависели от атома как сырья то есть низкообогащенного урана для своих для своей экономики так вот 9 января 2024 года Министерство энергетики США заявило что оно начинает разработку концепцию создания производства называется ХАЛЭУ вот этого низкообогащенного урана и снижение зависимости и условно говоря перестать зависеть от российского сырья и переводом своей внутренней энергетики на передовые модульные реакторы в США укрепить свою экономическую конкурентоспособность и так далее но это связано с зеленой энергетикой до 2050 года они сюда вкладывают большие деньги параллельно Великобритания начала точно такую же программу вложила туда 300 миллионов это первое то есть то что зависит то есть тот продукт стратегический продукт для экономики США и Великобритании и эту пуповину они начинают резать зависимость то есть они хотят уйти от России это первый сигнал почему так скажем Лондон пришел к вам я буду нанизывать так скажем мое понимание идем дальше американцы заявили что в принципе они претендуют на Арктику мы должны с вами понимать какие страны так называемые близкие картики или в Арктике или близкие картики какие страны здесь участвуют и немаловажный фактор вот это перетягивание каната каната с Турцией по поводу участия Швеции в НАТО это второе там они создают военные базы вот например Финляндии они уже начинают создавать военную базу ВВС США которая то есть самолеты F-35 которые могут носить тактическое ядерное оружие и до Петербурга 360 километров это второе то есть они откладывают Россию своими военными бицепсами и последнее Великобритания через Польшу степ-бай-степ усиливает свое военное присутствие расширяет военные базы создает узловые какие-то станции военного назначения и так далее и так далее то есть до 30-го года у них программа есть с Польшей она усиливает свое присутствие когда эти страны начинают обкладывать Россию военными базами значит определенными техническими структурами для оказания помощи сервиса или там помощи военным значит базам то мы с вами должны понимать что это не экономическое партнерство это военное противостояние здесь вопрос встает а кто же будет главным инструментом антироссия для этого нужна Украина которая уже в войне уже воюет поэтому здесь решили продолжить ту же игру я ее называю игру управляемую игру руками украинцев воевать с Россией и мы должны вспомнить сегодняшнее заявление Медведева вдруг ни с того ни с сего он сказал что если на территории Украины появятся английские военные мы будем считать это угрозой нашим национальным интересам и там привел цитаты из конституции Российской Федерации в плане обеспечения своей национальной безопасности о превентивном тактическо-ядерном ударе по этим военным базам или военным соединением поэтому я считаю что историческое может быть для политических политической агитации это историческое историческое да может быть для поддержания морального духа украинцев да историческое но здесь достаточно много вопросов которые если я буду задавать или озвучивать они могут привести к какому-то моральному упадку украинцев но два из них я озвучу первое вот эти два с половиной миллиардов фунтов стерлингов они будут направлены на финансирование своего английского военно-промышленного комплекса по поставкам вооружения украины это первое то есть они финансируют свою экономику второе слово когда будет Россия опять наступит а Россия разве не наступила то есть не напала на Украину напала в данный момент и в данном месте чего мы ждем мы ждем того что Владимир Путин захватит пять областей и сделает Украину сухопутной страной не морской державой то есть вопросы есть они остались за кадрами мы их не знаем но я все это считаю это просто создание юридической базы если вдруг Россия не станет анти Китаем они на полную мощность будут использовать тот юридический базис который сейчас создается но реально он будет работать в зависимости от поведения России по позиции анти Китай а не по позиции Россия Украина там Украина защищается Россия агрессор я хочу сказать и повторить Россия также в капкане как и вы единственное у нее преимущество по сравнению с вами это ее природно-сырьевые ресурсы количество населения и ключевая фраза ядерная кнопка больше у нее преимуществ нету но идет война на истощение как Украины так и России по поводу ядерной кнопки Фикрет разве можно себе предположить ситуацию когда нога ботинок английского солдата будет на территории Украины американская доктрина я говорил несколько месяцев назад в Америке есть доктрина ведения ядерной войны с Российской Федерацией на территории третьих стран эта доктрина есть на территории третьих стран не на своей территории да хотелось бы спросить об исходе но вы сказали да что если начну озвучивать то три точки по поводу России и антикитая тот момент самоопределения как вы предполагаете когда можно будет понимать что что точно уже произошло ну я думаю что самым главным колокольчиком должна быть смена политических лидеров Украины и России Украины и России это для них обоих личностный вопрос уже к сожалению это не политический не государственный вопрос я думаю не знаю кто из них но кто-то ударился в детство вот пока это тянется но я думаю что вот этот вопрос о мобилизации как только у вас в Украине его включит по моим так скажем аналитическим выкладкам это должно привести к медленному но сильно раскачиваем и потом быстро двигающимся колесу создание прецедента в Украине эффект альенде потому что условно говоря по конституции Украины Украина демократическое государство оно придумало само себя обманывающее как будто обманывает мировое сообщество что у него война она не может провести выборы де-факто не де-юре де-факто президент Украины главнокомандующий является сейчас исполняющей обязанности президента Украины еще пока нет еще есть время до до мая да да ну условно говорим 31 марта 10 мая разницы нету после того как этот срок закончится нет он он уже будет в понимании западных держав юридически и политически нелегитимный президент сейчас он находится на перепуте где нужно было проводить выборы аргумент что у нас война войну нужно объявлять он он не проходит на западе аргумент то что здесь у нас не война а там война тогда вопрос а почему до вас президент проводил выборы вы бы могли не участвовать тоже говорит что у нас война военное положение не было объявлено предыдущие практически семь лет но в любом случае это эти вопросы ярослава я опять повторюсь это вопрос к гражданам украины к избирателям украины к адвокатам к политикам потому что кто бы вам не попытался предложить услугу или вам помочь имейте ввиду он будет использовать вас только в своих интересах в прошлый раз вы должны решить сами если позвольте в прошлый раз вы мы с вами говорили о персоне всеми уважаемого главнокомандующего Украина залужного да и вы говорили о своем мнении по поводу залужный возможно там знак будущий президент на сегодняшний день учитывая вот ту вероятность политической перезагрузки о которой вы сказали ваше мнение поменялось с точки зрения такой вероятности ну смотрите я в принципе считал что граждане Украины я считаю что наверное так есть потому что у меня у меня нет какой-то информационной базы потому что происходит в обществе Украины граждане Украины должны защищать свою родину если она им родина граждане Украины должны восстановить свою территориальную целостность если она их родина а если предположим гражданское правительство сейчас ну по стечению каких-то обстоятельств ни знанию ни умению стратегических ошибок не могло достичь этого результата для того чтобы снять с себя все политические обязательства у президента Зеленского есть обязательства чтобы с них снять я тогда предложил свой вариант пусть подает в отставку формируется военный так скажем комитет управления Украиной на период войны это гражданский договор между условно говоря обществом Украины и элитами Украины потому что ну условно как в Израиле возможно так да тоже вариант тоже вариант и здесь если например я не останавливался конкретно на господине Залужном я говорю кто у вас в Украине популярный из военных я читал социальные сети или комментарии все говорили господин Залужный по всем рейтингам социальным да если окей господин Залужный является этим популярным лицом которому народ Украины готов доверить свою жизнь то почему бы и нет естественно формировать военный комитет и формировать все для победы все для фронта спасибо Фегрет за этот разговор очень вас ждали разговор очень быстро прошел но я очень надеюсь повторюсь что совсем скоро мы с вами опять встретимся наберется опять энное количество тем я уж точно понимаю да смотря трезво реалистично на те вещи которые происходят что вопросов станет больше а ответов еще наверняка меньше но благодаря вам какие-то ответы мы все-таки получаем благодарю Фегрет Шабанов был сегодня у меня в гостях лайк и комментарий в конце этого видео и подписка на канал господина Шабанова телеграмма и ютуб обязательно заходите смотрите подписывайтесь спасибо спасибо Ярослава желаю вам вашим близким и вашим читателям и слушателям мира процветания ну и самое главное наверное не терять рассудок это вы в яблочко сказали благодарю взаимно мира тепла и знаете что я еще всегда говорю по поводу благоразумия я еще всегда добавляю не терять в себе человека несмотря ни на что а это же очень взаимосвязано да голова то что тут я расставлю дорогая минуточку я добавлю смотрите как только любой африканец перестанет быть человеком забудет бога поймите начнется его конец чем 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 страшнее были ужасны война не была та страна даже если она маленькая даже если у нее ресурсы она победит мотивацией если она в себе сохранила человечественность если она в себе сохранила бога разницы нету как его называете понимаете самое главное эти принципы дают выжить как мы выживали столетиями по сравнению с большими войнами с большими природными катаклизмами и так далее только наше желание быть близким помочь делать созидать радовать или строить пока мы хотя бы два пять двадцать человек живут с этой мыслью человечество не обречено но не дай бог нам стать бездушными и на чтобы нами управлял искусственный интеллект мне вообще иногда кажется что до сих пор мы на вот на этом костяке да на этой сердцевине мы-то и держимся да не было бы этого то можно было бы давно сойти с ума и воспринимать да там где черное белое белое черное спасибо Фикрет Шабан спасибо Ярослав до свидания